Желающих сдать автохлам в Южном Казахстане немало. Наша область занимает первое место по количеству сданных в утиль автомобилей. Житель села Казыгурд Шалхар Сулпубеков сегодня сдает в утиль старенькую шестерку. На ней он ездил последние 10 лет. Я таксовал на своей шестерке 1994 года выпуска у себя в селе. Это уже третья «Жигули» по счету, на которой я ездил и не знал горя. Будучи третьим владельцем этого авто, я заметил, что авто начало гнить. В последние дни машина также стала постоянно ломаться, и я принял решение сдать ее в утиль. А на вырученные деньги я собираюсь купить еще одну, поддержанную шестерку. После того, как все работы по приему авто и выплаты компенсаций будут завершены, «Жигули» шестой модели пойдет под передвижной пресс. Для бракетирования одного транспортного средства, вышедшего из эксплуатации, данной пресс-машине итальянского производства необходимо всего 2-3 минуты. Представители ТО «Оператор Роб» в Шенкенте признаются, что прием поддержанных автомобилей производится ежедневно по 15 единиц. Для того, чтобы сдать авто в утиль, необходимо подготовить документы. Справку с ГАИ о снятии авто с учета, справку о наличии расчетного счета с банка и удостоверение личности автовладельца. После того, как у него будут готовы все документы, он звонит в колл-центр наш в Астане и его записывает в электронную очередь. То есть каждое утро у нас есть очередь электронная, мы ее видим в режиме онлайн. Ему говорят, какого числа и во сколько он может приехать к нам с автомобилем на сдачу транспортного средства. В Шенкенте число сданных в утиле авто превысило 1800. В среднем владелец получает за автохлам 150 тысяч тенге. Бахром Абдулаев, Марат Давлетов, Дельшат Адашев, информационная служба телекомпании «Утро».